В Затоши Ханы отметили 40-летний юбилей со дня образования первой мобильной бригады радиационной, химической и биологической защиты. Было красиво, торжественно и по-военному чётко. Первая мобильная бригада – подразделение уникальное. Оно является непосредственным резервом начальника войск РХБЗ. И потому служба в этой части – своеобразный знак качества, показатель высочайшего уровня знаний и умений каждого военнослужащего. О самом начале боевого пути, о шагах становления вспоминает первый командир подразделения, полковник в отставке Финус Сарварович Садыков. Первоначально всё легло на базу полка. Казарма, столовая, быт, техники практически ноль, никакой не было. И началось формирование. Людей в отряде тогда было не так много по штатному численности, потом докомплитовывалось. И постепенно оно разрасталось. И начали увеличивать. Казарма построили ещё одну. Часть ушла, отдалась им, этажи для отряда. Штаб был выделен, помещение для штаба. И прибыл подполковник Алиев, Чехословакия, командир отряда. Я ему сдал, и сразу же, после сдачи полка, стал командиром 5-го испытательного химического полка. Глядя на эти фотографии, которые здесь в комнате бывают славы, они говорят о том, что отряд превратился в крупные соединения. Оно получается на сегодняшний день элитным. Здесь все виды химических войск скопилось в нём. Это соединение. В химических войсках, если взять, это самая такая бригада, которая интеллектуалы, будем говорить. Она у них трудна и опасна. Но я думаю, что все навыки, которые они получают в мирное время, оно плодотворно влияло на их будущую работу, которая им предстоит. Но я уверен, что они выполнят её в этом плане. Потому что им придётся работать, как на воде, под водой и на земле. В какой части нашей страны, необъятной, большой, любимой страны, они сами предсказать не могут. Потому что поиск, ликвидация – это самый серьёзный, сложный вопрос. Важнейшая веха – участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Солдаты-срочники и офицеры части были там с самых первых дней. Почти 200 военнослужащих ввели там разведку. Замеряли уровень радиации в непосредственной близости от разрушенных взрывом энергоблоков атомной станции. Мы принимали присяг, что теперь всё. В других местах люди гибли, и что это теперь сделали? А радиацию её и не видно было. Да, и не заметили. Ну, правда, когда приехали, ощутимо было, что запах был такой йодом. Йодом. Буквально, когда выгрузились, у нас уже распираторы все красные были. 29 апреля, 4 утра, были уже на месте. Разгрузились. Уже, да, как раз выгружались. Станция Яна в Чернобыльской области. Никто ещё толком ничего не знал, сколько там чего. Нам дали карандаши эти, дозиметры, миллирентген, час. Тагачи так назывались, миллирентген, час. Ну, пока выгружались, они у нас уже зашкалили, нам уже дали рентген в час. И вот пока мы до того дошли, где деслотироваться будем, у нас уже у кого два, у кого три. Просто мы даже не заезжали туда. На каком расстоянии? Реактора? Буквально машинами царапали. Буквально машинами. Им по разошным прямо ездили. Да, вот там вот, когда вот заезжали, там вот это и видно было, что и графит. Вот у нас командир взвода, старший лейтенант Блохин, он говорит, аккуратненько, только это, не старайтесь на графит заезжать, потому что этот графит непосредственно, он же как-то соприкасается с ураном. Так, так все. Видно было, что он это раскиданный был. Я вот заезжал на МТЛГ тогда, первый день, и в контейнер у меня графит вот это загрузили. И не знали, куда девать его потом. И в машине остался. На следующий день к машине нельзя было подойти уже. Так ее затолкали в могильник. Заедем, выйдем, сходим на станцию, помоемся, переоденемся там опять, это у них там спецовка специально была, какие-то там белые костюмы, эти шапочки, лепесточек такой вот одевали мы. И все, опять выходишь там, опять с офицером, опять туда заезжаешь, там буквально постоянно надо было наблюдать. Тогда часть была награждена вымпелом министра обороны СССР за мужество и превратилась в третий мобильный полк ликвидации последствий аварий. А после присоединения отдельного огнеметного батальона, радиометрической лаборатории и учебного химического центра в 1993 году, полк был преобразован в первую мобильную бригаду РХБЗ. Об исторически важных этапах деятельности бригады рассказывают экспонаты комнаты боевой славы, которую торжественно открыли 1 июня. Здесь и документальные фотографии, и архивные документы, и полная информация о работе и достижениях бригады. Солнечный день, прекрасный. Друг бежит дежурный и кричит, товарищ полковник, товарищ полковник, вас срочно по ВЧ генерал-лейтенант Малькевич. Это заместитель, первый заместитель начальника химических войск Министерства обороны. Командир он мне сказал, собирайся в поход, объявляю готовность номер один. Что это нужно? Выделить передовой отряд, все расписано в бумагах было, и основные силы отряда подготовить на выезд в назначенные районы. И закрутилось. Утром я приехал в штаб, пекал, он мне поставил задачу. Командир, нужно провести начальную разведку. Как лег след. Ветер был юго-восточный, след пошел как раз на Украину. И дальше, и дальше, через Польшу, в Швецию. Ну и заголосили потом. Швеция заголосила. Откуда радиоактивность? Откуда? Люди подходили. А что учения идут? Мы сказать ничего не могли, не имели права. Мы приехали в 23.30, оказывается, там было 17 свадеб. Окна открыты, жара была, музыка играла. И что, ни один руководитель, ни горком партии, там как раз был в Припяти горком партии, ни Горбачев, никто не соизволил вывезти людей из Припяти. Праздничные мероприятия органично сменяют друг друга. Торжественное построение личного состава, вынос знамени, приветственные слова ветеранов части, многие из которых приехали из самых отдаленных уголков страны, а следом награждение медалями и грамотами Министерства обороны особо отличившихся военнослужащих бригады, а также выступление знаменитого на все вооруженные силы Духового оркестра. И красочное показательное выступление по рукопашному бою подразделения специального назначения. Кстати, в последних общевойсковых соревнованиях бригадный спецназ занял почётное второе место. Руководство первой мобильной много времени и сил уделяет воспитанию подрастающего поколения. Поэтому неудивительно, что именно на этом празднике в ряды всероссийского движения юнармия были приняты ещё 20 школьников. Стремиться к победам в учёбе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества. Клянусь! Особой трагической страницей в истории бригады стало участие личного состава в боевых действиях на территории Чеченской Республики. Десятки солдат и офицеров были награждены орденами и медалями, двое стали героями России, и 11 человек не вернулись домой. Поэтому юбилейные торжества продолжились у мемориала воинам, погибшим при исполнении воинского долга в Чеченской Республике. Настоятель храма Шаханского гарнизона прочёл заупокоенную литию, а потом было возложение памятной гирлянды и траурных венков. У каждого из них были свои планы, свои мечты, но они не сбылись. Кто-то ушёл, как пузаркин Женя, оставив одинокими мать с отцом, единственный сын, житель города Балакова. Кто-то ушёл, оставив семью, детьми, не встав с ними на ноги. Это Вася. Нетрудно говорить, прошу прощения. Каждый из них достойно выполнял свой воинский долг. Первая мобильная бригада РХБЗ всегда на виду, всегда в первых рядах. И появление на юбилее помощника начальника войск РХБЗ по военно-политической работе – лишнее тому подтверждение. В рамках армейских международных игр личный состав этой бригады также принимает участие. В войсках радиационно-химической биологической защиты проводится конкурс его названия «Безопасная среда», где лучшие экипажи радиационно-химической биологической разведки соревнуются между собой. В этом году отборочные соревнования пройдут на базе военной академии радиационно-химической биологической защиты имени маршала Советского Союза Тимошенко в городе Костроме. А международный этап будет проведен в Китае. Личный состав бригады подготовлен, способен выполнять задачи по предназначению. Командиры, соответственно, подготовлены и способны обучать свой личный состав, способны им руководить. Бригада укомплектована только новейшими современными образцами вооружения и военно-техники. Порядка 70% в бригаде нового вооружения и военно-техники. Все военнослужащие бригады отлично знают вооружение и военную технику и применяют ее в повседневной деятельности, а также на учениях. А потом был концерт. Красивый, яркий, задорный. Он стал самой настоящей вишенкой на юбилейном торте праздничных мероприятий. Но уже на следующий день жизнь бригаде войдет в привычную колею. Подъем, зарядка, служба одним словом. Чтобы быть готовыми в любой момент по приказу выдвинуться туда, где произошло непоправимое. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...